Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о Николай Бердяеве, апостоле Свободы. Бердяев, наверное, один из самых известных русских философов. Если и говорить, какими именами русская философия репрезентируется в европейской культуре, то после Толстого и Достоевского, которые в строгом смысле слова не являлись философами, наверное, назовут Николая Бердяева. И потому что часть жизни своей он прожил во Франции и был очень тесно интегрирован в европейскую интеллектуальную культуру. Был членом редколлегии журнала «Испри», общался с философами христианского толка Муние, Марселем. Сам издавал журнал «Русскоязычный путь». И многие книги его переводились на европейские языки, становились бестселлерами. Поэтому совершенно не случайно имя Бердяева на слуху у многих европейских философов. И как-то не считая себя экзистенциалистом, называя себя персоналистом, все-таки Бердяев писан в традицию европейского христианского экзистенциализма. Ну и, наверное, для России Бердяев тоже в каком-то смысле философ очень показательный, потому что это не был университетский философ, это не был университетский профессор. У него даже не было законченного высшего образования из-за революционной молодости и участия в революционном движении в Киеве. Но, тем не менее, он был действительно лидером такой христианской, демократической, либеральной публицистики в революционные и пореволюционные годы. И в этом плане, если измерять философа его общественным масштабом, его влиянием на определенные идеи, общественные процессы, Бердяев тоже принадлежит к числу одного из самых известных русских философов, русских религиозных философов. Бердяев родился в 1874 году в Киеве в дворянской семье. Старинный дворянский род, знатный род Бердяевых. В его предках были французы, бабушка, графиня Шазель, то есть в его жилах текла и французская кровь. По традиции семьи с самого детства Бердяев был зачислен в пажеский корпус, а затем учился в Киевском и Владимирском кадетских корпусах. В 1894 году он поступил в Киевский университет святого равнопустленного князя Владимира на естественный факультет, затем перевелся на юридический, но увлечение марксизмом и участие в студенческом кружке и Киевском союзе борьбы за освобождение рабочего класса привело к его исключению из университета и ссылке в Вологду. Вологда была тогда Европейской Сибирью, то есть город на севере европейской части России с достаточно суровой зимой, но все-таки это не тайга и от Москвы ночь езды, поэтому в Вологде были достаточно известные люди, там и Сталин находился в ссылке, есть Вологодский музей, который в советские времена назывался музеем Сталина, где воспроизводится восковая фигура Джугашвили возле печки, ну и рассказывается о истории ссыльных, ссылок, там был неплохой круг общения, в Начарске, который тоже отбывал ссылку в Вологде, вот, ну правда, после Вологды Бердяева ожидал еще и Житомир, где закончилась его ссылка, но это было место, скорее, способствующее интеллектуальному развитию, чтению, работе, чем препятствующее оному. Именно в ссылке задумывается и пишется первая книга Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в общественной философии», критический этюд о Николае Константиновиче Михайловском, она выходит в 1901 году, и эта книга, в большом предусловии которой писал Петр Берденгардович Струве, была попыткой соединить марксистскую критику общества с философским и этическим идеализмом. Собственно говоря, Бердяеву уже тогда заботят проблемы нравственной личности, соотношения должного и сущего в общественном развитии, переживания ценностей и антологического статуса ценности. То есть это был не просто марксизм, но марксизм, прошедший уже через неокантианство, поскольку тезис «Назад к канту» был тогда весьма популярен, в том числе и в кругу радикальной марксистской интеллигенции. Собственно говоря, кантианство и было тем оселком, которое заставило часть радикальных марксистов, легальных марксистов, как их называли, потому что они печатались в легальных издательствах, в журнале «Мир Божий», отойти от марксизма и критически посмотреть на социальные науки и на статус закона в социальных науках. То есть марксизм представлялся чем-то более научным и следующим шагом после критической философии народников, после такого очень заостренно персоналистичного революционализма народников, где историю движут герои, где история движется критически мыслящими личностями. И кантианство, а за ним и философский идеализм Владимира Соловьева были таким реактивом на марксизм. И вот это время, время перед революцией 1905 года, можно обозначить как время перехода от марксизма к идеализму. Значительную роль здесь сыграло общение с Сергеем Николаевичем Булгаковым, который переехал в Киев и одно время преподавал в Киевском политехническом университете. И тоже переживал, так же как и Струба, впрочем, этот переход от марксизма к идеализму во многом предопределенной политической философии Владимира Соловьева, его национальным вопросом в России, где был поставлен ребром вопрос о общественных идеалах, о том, что историю движут вовсе не какие-то хтонические силы или классы, или экономические отношения, а ход истории определяется четко поставленной проблемой общественного идеала, проблемой должного, к которому должно стремиться сущее. В 2004 году Бердяев переезжает в Петербург, вступает в редколлегию религиозно-философского журнала «Новый путь», который издают Гиппиус и Мережковский. Этот журнал, по сути, является органом религиозно-философских собраний, которые закончились уже к 1903 году, которые происходили в географическом обществе, в здании географического общества с 1901 по 1903 год. Было 22 таких собрания, и эти собрания были встречей санкт-петербургской интеллигенции и духовенства, мира и клира. Председательствовал на этих собраниях епископ Сергий Ямбургский по фамилии Страгородский, который потом станет местополюстителем патриаршевого престола и на короткое время патриархом в 1943 году. Ну а темы, которые обсуждались на религиозно-философских собраниях, были очень разнообразными, но касались вопросов гражданских свобод, общественно-активного понимания религии, религиозно-общественного идеала. Это были и темы семьи и брака, и темы отношения к инославным, и темы пола, и святой плоти, об откровении которой говорили Мережковский и Розанов. И вот, по сути, Бердяев, приехав в Петербург, влился в это самое течение, которое можно обозначить как новое религиозное сознание. Новое религиозное сознание предполагало актуализацию традиции калабрийского еретика, монаха XII века Иохима Флорского, который говорил о том, что трем ипостасям Святой Троицы должны соответствовать три эпохи откровения. Эпоха Отца, эпоха Сына и эпоха Святого Духа. И вот с эпохой Святого Духа связаны какие-то новые ожидания. Должно измениться соотношение мирян и клира. То есть, по сути, миряне должны обладать правом на священство, стать царственным священством. Должно быть пересмотрено отношение к плоти и плотской жизни. Должно произойти какое-то обновление общественных отношений. И вот религию нового религиозного сознания иногда называют религией Святого Духа. То есть, какое-то новое откровение чаялия. То есть, для Бердяева это этика свободы. То есть, эти три эпохи, о которых говорил Иохим Флорский, можно по-бердяевски изложить как смену трех этик. Этики закона Ветхого Завета, этики искупления Нового Завета и этики свободы или свободного духа и творчества, как Вечного Завета. И вот все умонастроение Бердяева, а он скажет в самопознании, что я всегда был философом по преимуществу этическим, можно связать вот с этим ожиданием нового иона, истории. Иона новой христианской общественности. Иона новой элиты, меритократической элиты. То есть, когда ключевую роль в истории играют достойные, наилучшие. Платон говорил, что философы должны управлять государством. Ну, управлять, не управлять, но, по крайней мере, выполнять функцию такого общественного пророка, о которой говорил, кстати, и Владимир Соловьев. Ну, конечно, новое религиозное сознание несло в себе и немало прельщений. Это было связано и с попыткой создать некую альтернативную церковь. Так на квартире Мережковских собирались для совершения каких-то особых литургий. По ими самими составленным текстам, с самочинным причастием в чашу с вином добавлялась кровь студента, специально для этого привлеченного. То есть, иногда это носило характер такого религиозного кощунства. И Розенов, который участвовал в одном из таких бдений, получил нагоняя от Варвары Дмитриевны Бутягиной, от своей жены, которая категорически запретила ему ходить к Мережковским. Потому что это кощунственное действие. Но в более широком смысле это понимание христианства как религия освобождения, религия революции. И у Первой русской революции, да и у Второй, у 1917 года, были очень серьезные религиозные корни. И не только христианские, но и сектанские, и староверские, связанные с идеей освобождения от ненавистного режима, который не допускает религиозную свободу, устраивает гонения и притеснения тех же староверов, или штунды, скопцов, молокан и так далее. То есть это может быть более важно, чем тройственные браки, оправдание разного рода эротических излишеств под тезисом святой плоти, или родение в квартире Мережковских, или на башне Вячеслава Иванова, где тоже собирались представители нового религиозного сознания. И Бердяев собирался на Таврической 20, где одевали на себя античные костюмы, называли себя античными именами, и устраивали что-то подобное мистериям или возлиянием в перемешку с мистериями. То есть не случайно эта эпоха получила более широкое название русский религиозный ренессанс, а сама она себя называла третьим славянским возрождением. Третьим, потому что она соотносила себя с итальянским и германским возрождением. Ну а возрождение — это возрождение античности, возрождение языческих богов. Сложно было сказать, что хотели возрождать, потому что для Топоркова, Немова идея славянского возрождения — это возрождение Александрии, Александрийской культуры и ее синкретизма. Но очевидно, что чувствовали какой-то творческий прилив и чувствовали желание и стремление внести в дух культуры очень много разных эпох, разных философских и теософских концепций с тем, чтобы поставить в центре преображенного человека, сделать культуру гуманистической, построенной вокруг образа идеальной личности, которая канонизировалась в мифе. Поэтому так не случайно для русской религиозной философии важным является понятие, является категория мифа и у Бердяева, и у Булгакова, и у Лосева, и потом у Мейера. То есть культура обретает религиозный статус, но этот религиозный статус связан не со скурпулезным выполнением религиозных обрядов исторического христианства, а скорее с дерзновением, с порывом, с религиозным синкретизмом. Поэтому Бердяева в эти предреволюционные годы трудно отнести к какой-то определенной исторической конфессии. Это скорее такая вне конфессиональная религиозность, религиозность, ищущая Бога, блаженно ищущая. Хотя такой заповеди в заповедях блаженства, в Нагорной проповеди Христа нет, но язык сам напрашивается сформулировать это применительно к времени богоискательства. Хотя в строгом смысле слова Бердяева нельзя назвать богоискателем. Это немножко другая линия, связанная с Луначарским, с Богдановым, но тем не менее все-таки это действительно в поиске божества, как одна из героинь эпохи Юлия Николаевна Донзас написала книжку под псевдонимом Юрий Николаев, которая называлась «В поисках за божеством». То есть эти поиски божества или поиски за божеством, как тогда было лингвистически корректно говорить, это есть феномен, который действительно описывает состояние и положение Бердяева в это время. Бердяев чувствовал себя одиноким человеком, и об этом одиночестве он писал в самопознании, в философской автобиографии, написанной «На закате жизни», которая стала одной из лучших философских автобиографий в истории мировой философии. Она вышла уже посмертно в 1949 году, но при этом он всегда был центром какой-то общественной, интеллектуальной, гуманитарной жизни. То есть одиночество скорее было внутренним состоянием Бердяева, чем его стремлением к какому-то отдалению от общественной работы. Это и постоянное участие в сборниках «Проблемы идеализма» в 1902 веке, 1909, «Из глубины» в 1819. Во всех этих сборниках Бердяев является участником. После окончания вот этого периода издания нового издания материалов любезно-философских собраний, новый путь переходит от Бердяевских к Бердяеву и Булгакову и начинает издаваться под заглавием «Вопросы жизни». Здесь Бердяев уже главный редактор или со-редактор, и они издают этот журнал на деньги Жуковского Дмитрия Евгеньевича. Весь 1905 год выходит 12 номеров, после чего журнал прекращается, но его по праву можно назвать зеркалом русской революции, как Ленин называл Льва Толстого за его роман «Воскресенье». В «Вопросах жизни» Бердяев издает и свою статью «Константин Леонтьев как философ реакционной романтики», где, соотнося свое христианство с охранительным христианством Леонтьева, Бердяев трижды восклицает «Леонтьев сатанизировал христианство». То есть христианство охранительное, христианство на службе у самодержавия представляется в это время Бердяеву синонимом сатанизма. Совершенно иную позицию он выскажет уже по революционной книге о Леонтьеве, очерк из истории русской религиозной мысли, книги, которая выйдет уже в Париже после эмиграции. Бердяев создает в эти годы несколько книг, это «Новое религиозное сознание и общественность», это «Субспеция eternitatis» — опыты философские, социальные и литературные, которые представляют собой скорее такие сборники статей, которые выходят в разных периодических изданиях. Он женится в преддверии революции на Лидии Юдифовне Трушевой, с которой он проводит всю жизнь, но в таком бездетном белом браке, проживая еще и с ее сестрой. Интересный брак, интересный союз. Лидия становится впоследствии католичкой и в семье уживаются муж православный и жена католик. На закате дней она напишет даже небольшую книгу, которая будет называться «Профессия, двоеточие, жена философа». Их дом в Кламаре станет одним из центров русской эмиграции, русской религиозно-философской мысли в эмиграции. Революция 5-7 годов подрывает веру Бердяева, как и многих его сподвижников, в прогресс и в возможность общественного переворота, основанного на марксистских или каких-то еще в прогрессистских схемах. Перестает он разделять и мнение Мережковского о том, что христианство есть революционная сила и Христос есть вечная «да» революция, точно так же, как антихрист есть вечное «нет» революция. После выхода грядущего хама Мережковского Бердяев начинает критиковать его за слишком сильное сращивание христианской веры и политики. Все-таки христианство для Бердяева, хотя в это время оно совершенно не тождественно синодальному, церковному христианству, но в то же время оно и не может быть использовано утилитарно, как способ идеологического основания какой-либо общественной программы. Оно все-таки не от мира сего, и вера в Христа побуждает философа выступать в неком критическом отношении к миру. В 16-м году в смысле творчества он напишет «Мир есть зло, он безбожен и не богом сотворен. Из мира нужно уйти, преодолеть его до конца. Мир должен сгореть, он аримановой природы. Свобода от мира – пафос моей книги. Существует объективное начало зла, против которого должно вести героическую войну. Мировая необходимость, мировая данность аримановая. Ей противостоит свобода в духе, жизнь в божественной любви, жизнь в плероме. И я же исповедую почти пантеистический манизм. Мир божествен по своей природе. Человек божествен по своей природе. Мировой процесс есть самооткровение божества. Он совершается внутри божества. Бог имманентен миру и человеку. Мир и человек имманентны Богу. Все совершающее с человеком совершается с Богом. Не существует дуализма божественной и внебожественной природы. Совершенной трансценденции Бога миру и человеку. Выглядит как антиномия. С одной стороны, мир лежит во зле. Он должен сгореть. Бог не мог сотворить его. Надо освободиться от мира. С другой стороны, мир есть не только творение божье, но в Бердяевском представлении он неразделимо связан с Богом. И происходящее в мире происходит в то же время и в Боге, поскольку в Боге есть процесс становления, есть процесс движения, есть процесс динамики. Если мир только от падения от божества, тогда он не имеет никакой ценности и нужно исправить космическую ошибку. Но Бердяев так не считает. Он считает, что то, что происходит в мире является ценностью и для Бога, приращением самого Бога и его полноты. Такую позицию можно назвать монодуализмом. Это такой оксюморон, философский кентавр. И, по сути, он является совмещением христианства с гностицизмом, с гнозисом. То есть то, что в Бердяеве от отдаления от мира, от вращения от мира, это, конечно, такой гностический декетизм, проявляющий себя и в сфере семейных отношений, в сфере пола. У Бердяева не было детей. Помимо возможных биологических обстоятельств, это тоже некий маркер гностического отношения к творению, нежелания оставить свой след в мире, потому что мир не от Бога. И, в общем-то, это словосочетание гнозис Бердяева мы встречаем уже в традиции эпохи у Карла Пфлегера, протестантского теолога, была статья гнозис Николая Бердяева. То есть уже в 30-е годы мы находим этот термин, применимый к Николаю Александровичу. Но вот его разочарование такое в революции подытоживается сборником Вехи, который выходит в 2009 году и где именно Бердяев этот сборник открывает после предисловия Гершинзона, поскольку его фамилия по алфавиту стоит на первом месте, философская истина и интеллигентская правда. Так называется Бердяевская статья, где Бердяев критикует русскую интеллигенцию за то, что она всегда шла вслед за Михайловским, за народниками и ставила правду справедливость выше правды истины. Всегда заботилась о справедливости, о чем-то социально-утилитарном и ее не интересовало, а что же есть истина, а как поистине обстоят дела. И философ это не интеллигент, это человек, который бежит каких-то сиюминутных интересов и вызовов общества, и у которого есть единое на потребу, и это единая именно истина. Бердяев критикует в своей статье исключительно деспотическое господство утилитарно-морального критерия, столь же исключительно давящее господство народолюбия и пролетаролюбия, поклонение народу его пользе и интересам. Интеллигенция оценивает и философию, и философскую систему с точки зрения ее утилитарной полезности, с точки зрения ее ценности для освободительного движения, стремления к уравнительной справедливости, социализму, общественному или народному благу и так далее. Конечно, эта позиция была таким вызовом семи авторов вех, уже сложившемуся левому радикально освободительному дискурсу в русской культуре. Ну ладно бы охранители, ладно бы черная сотня, ну с ними все понятно. Но тут выступают люди, которые сами принадлежали к этому движению и уже успели занять в нем роль таких состоявшихся лидеров и значимых персон. Ну вот поэтому сборник вехи вызвал большое оживление в обществе и имел коммерческий успех. За год, 1909 вышло пять изданий вех, которые разошлись тиражом более десяти тысяч экземпляров, что и по нынешним временам, в общем-то, приличный тираж для общественного сборника. Это неуклонный путь Бердяева к философскому идеализму, но к идеализму, который следует понимать как идеализм усмилитанс, воинствующий идеализм. То есть это не идеализм, отстраняющийся от потребностей жизни, но идеализм такой идеационной эпохи, как назовет эту эпоху Петерим Сорокин, когда и идеальная играет большую роль, и в то же время материальная жизнь, развитие науки, технологий не проваливается. Есть поиск какой-то гармонии идеала и реального бытия. И вот здесь для Бердяева начинается новый какой-то период, связанный с тем, что он из публициста постепенно проходит становление философа, человека, которого Бог призвал создавать свою систему, свои цельные книги, высказывания. И это тоже очень оригинальное творчество, поскольку это не философские системы в духе немецкой академической профессуры, это не диссертации на степень доктора философии, а это труды, которые написаны для широкого общественного чтения, то есть это своего рода манифесты. И вот таким манифестом становится «Философия свободы», книга, которая выходит в 1911 году в книгоиздательстве «Путь», патронируемом меценаткой Маргариты Кирилловны Морозовой, богатой вдовой, которая финансировала по сути издание всей религиозно-философской литературы. И щедро оплачивала гонорары своим авторам, которые позволяли им, например, Бердяеву, целый год путешествовать по Италии, посещать Флоренцию, Венецию, Рим, наслаждаться работами мастеров возрождения в итальянских галереях и церквях, и что не в последнюю очередь создавало такую атмосферу творчества. Тем более, что культурное сообщество представляло собой сложный, разветвленный, состоящий из разных профессий, разных опытов мир. Ну и вот в кругу Бердяевского общения близком были и поэт-символист Вячеслав Иванов и его жена леди Зиновьева Анибал. Вот были и сестры Герцог, Евгения и Аделаида Герцог, у которых Бердяев гостит в их имение в Судаке, в Крыму, о чем очень впечатляющие воспоминания Евгения Герцог оставила. Бердяев кричал по ночам, его мучили какие-то тяжелые введения, его духовный опыт отнюдь не был гармоничным и уравновешенным духовным опытом. Это человек модерна, человек кризиса, человек врубелевской эпохи. Врубель сошел с ума, закончил свою жизнь в клинике для душевнобольных в Петербурге. Но у Бердяева тоже были эти демоны, внутренние демоны. И таким внешним символом был нервный тик с выскакивающим изо рта длинным языком болезнь, болезненное движение, но оно поражало тех, кто видел Бердяева впервые, кто слушал его выступления, кто бывал на его лекциях. То есть это было каким-то маркером, каким-то знаком чего-то очень неустойчиво, тревожного. И вот эта философия свободы, где мы тоже имеем в общем-то образ драмы свободы, трагедии свободы, если угодно, но где свобода превращается в нечто настолько фундаментальное, настолько важное и настолько центральное в бытии, что она предшествует и бытию, и даже самому Богу, делая его, если можно так сказать, пленником свободы. То есть свобода находится в безоснованном, в бездне, в унгрунд, на котором основан мир. Это понятие унгрунд, бездна, буквально то, что бездна, то, что не имеют под собой почвы, Бердяев берет у швабского сапожника, герлицкого мистика Якова Бюрме, который лег вообще в основу немецкой идеалистической философии. То есть его влияние на немецкую философию колоссально. И Бердяев, который, в общем-то, был весьма критичен по отношению ко всем философам, по-настоящему восторженно отзывался о немногих. Вот Бема был как раз среди тех, о которых Бердяев отзывался с восторгом и которому он посвятил большую статью уже во французском пути. Так вот, эта бездна, на которой основан мир, это свобода. И даже сам Бог ничего не может поделать с этой свободой. Это такая темная основа в Боге, как сказал бы Шеллинг, но только Бердяев назвал эту темную основу темным безосновным в Боге. Ну, один из людей Бердяевского круга, Вячеслав Иванов, которого Бердяев называл Вячеславом Великолепным, задал своей дочери вопрос, может ли Бог создать камень, который он не может поднять. И на растерянность дочери Лидии он ответил, да, такой камень человек и его свобода. То есть свобода не может быть упразднена или отменена Богом. И в одном из писем Бердяев писал, для меня свобода находится вне Бога, в этом смысле я скорее дуалист, чем манист, хотя все эти слова неудачны. Это он пишет Леву Шестову, которого тоже он очень ценит, и портрет которого висит в Бердяевском кабинете. Для Бердяева, собственно, существует три свободы. Это свобода малая, свобода большая и свобода в духе. Свобода малая и свобода большая — это термины Августина, Либертос Миннер, Либертос Майер. Это негативная свобода, отрицательная свобода, свобода от и свобода положительная, диспозитивная, скажем так, свобода для. Мы можем по произволу совершить любое действие, поднять левую руку, поднять правую руку. Это Либертос Арбитрии Дифференция, это безразличная свобода воли. Мы обладаем ей так же, как обладает ей Буриданов осел, который непременно съест сначала с одной стороны, потом с другой стороны стопку сена, потому что если бы у него не было этой Либертос Арбитрии Дифференция, то осел бы умер с голоду, не зная, с какого сена начать. Все-таки осел сориентируется. Это свобода произвола, безосновная, отрицательная свобода. Но есть и другая свобода, свобода нашего расположения к чему-то. Мы свободны для того, чтобы помочь ближнему совершить открытие, нарисовать картину, совершить поступок, в конце концов. Когда на такси написано «свободен», то, очевидно, это означает, что такси с зеленым глазком и готовы взять пассажира для того, чтобы выполнить заказ и заработать деньги таксисту. А это вовсе не декларация таксиста о том, что он свободен, поэтому он отказывается от какого бы то ни было социального действия и взаимодействия. Но есть еще более высокий уровень свободы, говорит Бердяев, это свобода в духе. И особенно в втором изводе своей «Философии свободы» в книге «Философия свободного духа. Проблематика и апология христианства», это 27-28 год, он будет говорить о том, что категория свободы — это не категория воли, а это категория духа. Свобода коренится не в воле, а в духе и освобождается человек не усилием отвлеченной воли, а усилием целостного сознания. Заинтересованность в существовании свободы воли была идеологически и педагогически утилитарной, а не духовно существенной. Свобода не есть застывшая статическая категория, свобода есть внутренняя динамика духа, свобода есть иррациональная тайна бытия, тайна жизни и судьбы. Путь познания свободы более сложен и нисходен с тем путем, с теми путями, которыми идет натуралистическая метафизика, порождающая и учение о детерминизме, и учение о свободе воли. То есть свобода, если говорить языком Льва Михайловича Лопатина, есть та творческая причинность, которая позволяет человеку самоопределиться изнутри, из глубины, и она противоположна всякому определению, всякой попытке определения человека извне. Не природа человека является источником его свободы, но наоборот природа есть порождение свободы. И вот здесь Бердяев, пожалуй, не согласился с Лопатином, для которого источником творческой причинности является субстанциальность человеческой души. Бердяев предлагает отказаться от такого субстанциалистского мышления. Существование предшествует сущности, и свобода личности предшествует ее природе. То есть человек как бы сам творит свою природу и сам творит свою необходимость, если угодно. Поэтому слова, которые мы заучили с детства, и которые восходят не столько к Марксу, сколько к Фихте о том, что свобода есть осознанная необходимость, совершенно неприемлемы для Бердяева, потому что сама необходимость есть порождение моей свободы. Ну, кстати, у того же Гегеля можно найти тезис о том, что свобода есть бытие у самого себя. То есть, в том-то и дело, что, говоря о свободе в духе, мы тоже не комплиментарно хвалим свободу, потому что дух тоже может пониматься по-разному. И дух может быть святым, а может быть духом злобы богопротивной. Поэтому, по всей видимости, здесь речь идет о духе в божественном смысле этого слова. И именно дух Божий есть царство свободы и благодать, противовес царству природы и необходимости, который, возможно, связан с духом Ариманова, о котором Бердяев говорил, подразумевая под ним мир в кавычках. Свобода, тем не менее, не предопределена к тому, чтобы быть источником всяческих благ или абсолютного блага. ее темный исток, ее глубинный колодец, ее апофатическая бездна позволяют человеку пользоваться своей свободой во вред самому себе, порождать зло, которое тоже есть источник моей свободы. И вот как избавиться от порождаемого свободу и зла, не истребив самой свободы, это и есть мировая тема, которая для Бердяева находит свое разрешение в явлении Христа, который вынимает из свободы яд, не уничтожая самой свободы. И парадигмальным текстом для Бердяева является великий инквизитор из романа Достоевского «Братья Карабазовы», где инквизитор испанский говорит явившемуся ему Христу «Уходи! Мы прекрасно основали наше царство на трех соблазнах, которые предъявлял тебе сатана на чуде, на тайне и на авторитете». Человеку не нужна свобода, человеку нужна необходимость, ему нужно поровощение, и мелкие поблажки, которые мы ему даем, будут делать его безмерно благодарным нам. По сути инквизитор ставит себя на место Бога и на место божественной свободы, исходя из тезиса, что свобода может быть источником зла, поэтому ее надо упразднить, ее надо запретить, ее надо упорядочить, ее надо взять в свои руки, отпуская по чайной ложке или по каким-то микроскопическим дозам в качестве награды и поощрения. Не случайно дух великого инквизитора, так будет называться одна из бердяевских статей 1935 года, в которой он откликается на преследование софиологии отца Сергия Булгакова со стороны Карловацкой церкви и Московской патриархии, говоря, что в этих указах с одной стороны митрополита Сергия, а с другой архиерийского собора РПЦЗ, слышен голос великого инквизитора. То есть его пафос церковной критики будет настолько силен, что ряд священников просто перестанет с ним общаться после этого. Но это, кстати, не единственный текст, где Бердяев вступает в схватку с исторической церковью. В 13-м году он откликается на имеславческое дело на Афоне статьей «Гасители духа». И действительно название крайне удачно, потому что имеславческий скит, Андреевский скит был подавлен с помощью пожарной кишки, с помощью бронзбойта. Монахи загнали всех имеславцев на крейсеры и вывезли их с Афона долой. То есть «Гасители духа» намекали на пожарную кишку участников этой афонской спецоперации во главе с митрополитом Никоном. За эту статью Бердяева обвинили в кощунстве и завели на него уголовное дело. Был уголовный процесс, который рассыпался с началом Первой мировой войны. Философия свободы – это и определенная заявка на философию познания и философию культуры. Бердяев говорит о эросе познания, о эросе культурного творчества, о некой брачной тайне познания. Он говорит о том, что эпохи делятся на органические и критические. И если в органические эпохи создается что-то новое, то критические эпохи скорее подвергают культуру системному анализу и критике. Он даже прибегает к такой метафоре передней и гостиной. Философия передних и философия гостиной. Мы стоим в передней гостиной, накрыт прекрасный стол, но мы не можем приступить к нему, потому что мы обсуждаем вопрос о том, кто пройдет первым, кто как сядет, какая будет рассадка, хватит ли всем мест. Это критическая философия Канта, которую Бердяев называет философией передних. То есть это некая пролегамена к философии, но не философия в собственном смысле. Слово негативное, а не позитивная философия. И вот, собственно говоря, культура и есть творчество, и этому будет посвящена следующая книга Бердяева, которую он издаст в пути в 1916 году. Это книга «Смысл творчества. Опыт оправдания человека». Книга, написанная, как я уже сказал, в значительной степени под влиянием вот этих итальянских путешествий Бердяева. Там все дышит духом итальянского возрождения. И книга, которая творчество человека ставит, по сути, в разряд подобия человека Богу. То есть Бог не завершил творение мира, он призвал человека, он поставил человека на свое место, и человек продолжает дело творения. То есть он творит, он создает нечто антологически новое, чего не было в божественном плане о мироздании. Вот здесь он разойдется мыслью с своим киевским, а потом и московским другом Сергеем Булгаковым. Булгаков считал, что человек — это управляющий, это эконом, это хозяин, которого Бог поставил на свой огород, что человеку необходимо выявить те смыслы, которые уже есть в сознании божества. Бердяев, напротив, считает, что человек — абсолютный хозяин, человек — творческий хозяин мира, своей судьбы. Именно ему подвластно творить что-то небывалое, что-то совершенно новое. И таким символом этой книги является образ или притча о двух святых, которые жили в одно и то же время, но совершенно не знали друг друга. Это святой Серафим Саровский, это Пушкин. Серафим Саровский был монахом, отшельником, аскетом, который ничего не писал. Он молился, он спасал себя и спасал приходящих к нему, обращаясь к ним «радость моя». То есть это такой необъективированный вид творчества, вид творчества, направленный на духовную личность, направленный вовнутрь. Спасись, и многие вокруг тебя спасутся. И это Пушкин, который занимался объективированным творчеством, который писал прекрасные стихи, писал прекрасные поэмы. При этом сам он был далеко не образцом нравственности с христианской точки зрения, о чем свидетельствует уже его гибель на дуэле. Дуэли были запрещены, как мы знаем, в том числе запрещены катехизисом Филарета последующим. То есть в христианской морали это было убийство, это приравность к самоубийству, по сути. Но, тем не менее, Бердяев говорит о том, что и тот, и другой вид творчества ведет человека к святости. И было бы идеальным попытаться совместить их. Образ Пушкина мы встречаем на иконах псковского иконописца Зенона, где Пушкин приходит к митрополиту Филарету и вступает с ним в поэтическое аресталище. Как известно, Филарет ответил на стихотворение Пушкина «Дар напрасный, дар случайный. Жизнь зачем-то мне дана». И Пушкин признал свое поражение в этом поэтическом аресталище, в этом спое. Так вот, к сияющему нимбам Филарету приходит совершенно безнимбный курчавый Пушкин. Изображение на иконе еще не означает святости изображаемого. Но эта икона как бы символически иллюстрирует нам книгу Бердяева, который мечтает о том, чтобы и человеческое творчество тоже было возведено в разряд чего-то не случайного и благословенного. Потом мы находим в одном из акафистов «Слава Богу за все», который приписывают митрополиту Трифону Туркестанову слова о том, что Бог посылает в мир художников, поэтов, творцов, которые разными способами славят его величие. То есть эти мысли вполне можно было бы соотнести с философией творчества, со смыслом творчества Бердяева. Розанов напишет на эту книгу уничижительный отзыв «Творчество из ничего». О каком творчестве говорит Бердяев? Непонятно. Какое-то творчество. Что нужно делать? Как нужно творить? Творчество — это не какое-то ремесло, это скорее состояние духа человеческого, пытающегося освободиться от объективированного бытия, от объективации. Проблема объективации, которую Бердяев ставит в одной из своих эмигрантских книг «Я и мир объектов» — это трансформированная марксовая тема отчуждения. По Марксу, по его позиции, выраженной в ранних философско-экономических рукописях, которые, кстати, хранятся в архиве Маркса в СССР и издаются только в 30-е годы в Советском Союзе, и Бердяев знал об этом издании, человек отчужден не только от продукта своего труда, но отчужден и от своей человеческой природы, потому что личная в этой природе способность к творчеству, способность к труду человек вынужден разменивать на дензнаки, вынужден продавать, а собою человек остается в родовом, в сне, в питании, в размножении, то есть то, что не является в человеке его личностным бытием, как считает Маркс. Так вот, это отчуждение человека от своей собственной природы предполагает возвращение человека в его природу. Человек должен снова стать человечным. Так вот, побердя его, мы тоже можем сказать, что объективация государства, есть объективация стремления человека жить сообща, быть общественным животным. Церковь, есть объективация стремления человека общаться с Богом, молиться ему, но появляется посредник, медиум, который объясняет человеку, что он может делать, чего не может, регламентирует эту его молитву. Культура есть объективация, и в этом смысле она есть великая неудача, как говорит Бердяев. Потому что она тоже предписывает человеку ограничение, культура это скорее дрессура, это ограничение свободы человека рамками условностей, стилей, направлений, традиций, тенденций, образцов и так далее, и так далее. И куда же ведь без этого детства, потому что если ты не знаешь образцов, если ты ничего не подражаешь, то ты не художник, а непонятно что. Художник должен начать с уроков академизма, с рисования натурщиков и мертвой природы, вне зависимости от того, куда ты пойдешь потом. Таким образом Бердяев ставит в смысле творчества проблему религиозной философии культуры и религиозного смысла самой философии, который по Бердяеву, как и смысл искусства, выявляется имманентно в свободном развитии философии. Религиозное откровение для философии есть интуиция философа, и благодатная помощь Божья в философском познании, без которой не может быть постигнута цельная окончательная истина, не может быть методом философии, она может быть лишь даром, посылаемым за творческий подвиг познания. Но философия должна восстановить изначальную правду мифологичности человеческого сознания. Сама философия свободно признает, что мир постижим лишь мифологически. И вот здесь возникает проблема мифа, которая является для русской религиозной философии неким связующим звеном между философией и религией. Потому что миф, как рассказ о идеальной личности, есть основа, есть каркас религиозного повествования. Но миф есть и целостный способ постижения мира в его чувственно-материально-идеально-духовно-рациональном синтезе. Миф, как будет потом Лосев в диалектике мифа, описывать не есть ни сказка, ни вымысел, ни абстрактная философема, ни натура, философское построение. Мир — это все и сразу. Миф — это все и сразу. Миф, конечно, связан с чудом. Чудо, в которое верит религия, не уничтожает и не отрицает законы природы, открытых научным знанием. Закономерность остается в силе, в том случае, если произошло чудо. Чудо — это победа благодатных сверхприродных сил над теми природными силами, которые обязательно действуют планомерно. А не отмена закономерности в порядке природы. Связанность мифа с чудом — это тоже очень важный момент, который будет отражать в своей диалектике мифа Лосев. Таким образом, эти две книги «Философия свободы» и «Смысл творчества» задают интеллектуальный каркас бердяевскому творчеству эпохи русского религиозного ренессанса, предреволюционной эпохи. Там много побочных тем. Там и французская культура. Вот мой хороший знакомый Бернард Маршадье, переводчик русской философии на французский язык, и очень такой традиционный француз, влюбленный в глубинную потаенную Францию, католическую Францию, говорит о том, что он познакомился с этой частью французской культуры, когда в ЮНЕСКО, работая переводчиком в 70-е еще годы, прочитал Бердяева. И действительно, на полях «Философии свободы» мы узнаем и о Гюсмансе, и о Леонио Блуа, и о проклятых поэтах, и о католическом модернизме. То есть уже эта книга очень распахнута по отношению к европейской культуре, причем к тем тенденциям, которые в этой культуре представляют собой не церковную, не шаблонную, не ортодоксальную, не католическую религиозность. Поэтому, может быть, и по сейчас Бердяев является автором единственной на русском языке обстоятельной и интереснейшей статьи о Леоне Блуа, о французском католическом писателе, эсхатологе, апокалиптике, некотором аналоге нашего Константина Леонтьева, тоже в таком безусловном романтике, паломнике абсолютного, откликает Собердяев и на творчество философское своих современников. Он называет гносиологию интуитивистскую Лоскова, гносиология до грехопадения, посвящая целую главу «Философии свободы» анализу философского интуитивизма. Обзывает столб Флоренского стилизованным православием, говоря о том, что, читая эту книгу, он оказывается в какой-то низкой, душной, закопченной московской церковке. Все-таки стиль московского православия так и не был близок Николаю Бердяеву, который в Москве окончательно не натурализовался как москвич. При том, что он говорит о Флоренском в самых превосходных тонах, характеризуя его философию дружбы, говоря о том, что это лучшее, что в мировой литературе написано о дружбе, при том, что Флоренский оправославливает античные чувства. Но опять-таки вот эта тема культуры, тема культуры как нового откровения, как религиозного творчества, она продолжится потом и в эмигрантских работах Бердяева. После 1917 года, в течение которого Бердяев активно участвует в периодике, он публикуется в журнале «Народоправство», статьи о судьбах России составляют потом сборник «Судьбы России», где Бердяев констатирует «Духовные силы России» не стали еще имманентны культурной жизни европейского человечества. Для западного культурного человечества Россия еще остается все каким-то чуждым Востоком, то притягивающим своей тайной, то отталкивающим своим варварством. И вот мировая война, которая не была для Бердяева каким-то новым этапом духовной мобилизации или славянофильского, мессианского самоутверждения России, он, напротив, чувствовал эту войну как очень тревожную предвестницу колоссальных исторических сдвигов и трагедий. Вот, собственно, революция 1917 года была воспринята им, ну, во всяком случае, октябрьская, потому что к февралю они все поначалу с восторгом отнеслись, но она была воспринята как вот этот лед темных сил в русской истории, духи русской революции, пишет Бердяев из глубины статью, где обращается к персонажам Гоголя, к персонажам Достоевского, к персонажам Салтыкова-Щедрина, вот как к тем темным, хтоническим, не ликом, может быть, даже, а рожам, да, которые выплеснулись на поверхность и сыграли вот эту свою зловещую роль в разрушении России в этом мировом концерте. Брестский мир был рассмотрен Бердяевым как предательство национальных интересов и гибель России, но в это время Бердяев пишет очень важную работу «Философия неравенства. Письмо к недругам по социальной философии». Хотя эта работа была издана в Берлине после высылки на философском пароходе, вот Бердяев пишет ее именно в 1918 году. И это, может быть, такая самая аристократическая работа Бердяева, где он говорит о неравенстве как о фундаментальном принципе культуры, потому что неравенство — это не имущественное неравенство, не сословное неравенство, это неравенство даров и духовных сил, которыми обладают люди. И человек с малым количеством духовных сил часто претендует быть деспотом, тираном, лидером. И вот эта проблема замыкается на большевиках, к которым Бердяев и обращает свой гневный вопль. И это уникальная книга, поскольку она написана на «вы». Бердяев все время адресует ее неким «вы», которые не поняли, которые не услышали, которые не узнали. Всякое творческое движение по Бердяеву — это возникновение неравенства, возвышение, выделение качества из массы. Неравенство порождает мир, космос. От неравенства родился и человек. Насильственное требование уравнения — есть посягательство на разрушение космического иерархического строя. Книга была, опять-таки, некой аристократической точкой, правой точкой, хотя Бердяев не превращается в ней в консерватора, в охранителя. Но все-таки об определенных нотках консерватизма можно говорить применительно к этой книге. Но в эмиграции наметится обратная тенденция отхода от этих принципов философии неравенства. Бердяев участвует в огромном количестве разных организаций. Прежде всего, он создает на квартире в Арбатском переулке Вольную академию духовной культуры, которая продолжает те религиозно-философские собрания, которые были в начале века, и религиозно-философское общество в памяти Владимира Соловьева, активным участником которого Бердяев был. Вольная академия духовной культуры просуществовала до 1922 года, и там читали лекции, кто только не читал, и Степун, и Белый, и Ильин, и Франк, и Вячеслав Иванов. Ильин вряд ли. Ильин был в напряженных отношениях с Бердяевым и называл его Белебердяевым, хотя, конечно, взаимодействовал с ним, и в 1920 году Бердяев становится преподавателем Московского университета, несмотря на то, что он дипломы об окончании университета не получил, но отмена ученых званий и степеней позволяет ему читать в Московском университете лекции, и он читает лекции по философии истории, это книга «Смысл истории», которая будет сразу же издана в эмиграции, и читает лекции по Достоевскому, «Миросозерцание Достоевского», это тоже книга, которая будет издана в эмиграции. Ну, среди многих занятий Бердяева даже его работа в книжной лавке писателей, которая возникает на Большой Никитской, в переулках возле Большой Никитской, где Бердяев стоит у прилавка, продает книги, и иногда по два-три часа беседует с покупателями, надписывает свои книги, то есть, конечно, бизнесменом он был плохим. Есть воспоминания писателя Михаила Оссоргина о их совместной работе в книжной лавке, кстати сказать, и арестованы они перед высылкой на философском пароходе, и они тоже были вместе, находясь в одном из дачных поселков под Москвой в районе нынешнего Рублево-Успенского шоссе. Оссоргин был лжеосоргиным, он был Ильин, на самом деле, это его литературный псевдоним. В 1922 году Бердяев участвует в сборнике «Освальд, Шпенглер и закат Европы». Я думаю, что из сказанного мною уже понятно, что Бердяев близок к шпенглеровской морфологии культуры. Деление на органические и критические эпохи можно сопоставить с культурой и цивилизацией у Шпенглера. Выходит второй том «Закаты Европы», ряд интеллектуалов собирается и такой на четыре автора издает сборничек, который и является, в общем, таким сигналом или поводом к высылке интеллигенции Советской России. Хотя, конечно, причин тут было гораздо больше, и участие в движении «Помгола» по помощи голодающим, и просто некая идеологическая пестрота, многоцветие и многообразие издаваемых журналов, альманахов привело большевиков к мысли, что надо все это прижать к ногтю, нужно уменьшить пестроту этой палитры. И вот в 1922 году, в апреле, выходит статья Ленина о значении воинствующего материализма, и после этого начинается акция по подготовке к высылке. Арестованных допрашивают, Бердяева допрашивают в чеке московской. Кажется, сам Минжинский ведет допрос, а до этого и Дзержинский тоже встречался с Бердяевым, но это было несколько раньше, и Бердяев обвиняется в антисоветской деятельности, хотя, если прочитать протоколы допросов, то только, пожалуй, один Иван Ильин заявил о том, что он является резким противником советской власти. Бердяев не отказывается от сотрудничества, говорит, что советская власть была неким закономерным явлением, следующим из развития России, и об этой закономерности он не устанет писать, и в своих эмигрантских книгах русская идея, истоки и смысл русского коммунизма, говоря о том, что в русской ментальности присутствует не только коммунатарность, стремление к общинности, к объединению, к созданию чего-то коллективного, но и эсхатологизм, то есть мышление с точки зрения последних целей, устремленность к концу истории, видение истории с точки зрения царства Божьего или каких-то финально трансцендентных представлений о историческом бытии. Поэтому в русском коммунизме Бердяев будет видеть разновидность и выявление в искаженной форме вот этого русского мессианства. Почему и в эмиграции Бердяев, высланный на философском пароходе, на первом философском пароходе в конце сентября 1922 года, обербургомистр Хакин, в город Штеттин, Бердяев, оказавшийся в эмиграции, будет дрейфовать в сторону какой-то даже лояльности коммунистам, вывесит на своем особняке советский флаг после победы в 1945 году, будет пить на приеме абрикосова посла СССР за здоровье товарища Сталина, будет одним из агитаторов за возвращение в Советский Союз, за репатриацию, хотя сам не репатриируется, но вот кого-то побудет к этому, кто может быть сразу с поезда в лагерь отправится. И завещает советскому правительству свой архив о русской православной церкви свой кламарский дом, двухэтажный особняк, полученный в качестве завещания от одной его поклонницы англичанки. На слова, что большевики уничтожат твой архив, Бердяев отвечал, что значит такова моя судьба, я ее разделю вместе со своей родиной. И в последних текстах, в последних произведениях Бердяева мы можем найти и ссылки на успех советской системы образования, и цитаты из речей Калинина. Ну, в общем, конечно, это совета фельдства не будет выражаться у Бердяева столь сильно, сколь у части евразийцев, но, тем не менее, когда в Париже, в московском приходе, а он, кстати, был прихожанином Московской патриархии до конца своих дней, будет совершен поминальный вечер в связи с кончиной патриарха Сергия Стравгородского, того самого, которого он чуть ли не великим инквизитором почитал, то Бердяев придет и выступит на этом вечере памяти, и в сборнике памяти патриарха Сергия мы прочтем, что на вечере выступал профессор Бердяев. Не преподавая в европейских университетах, выступая с регулярными лекциями, как на съездах РСХД, так и во многих христианских центрах Европы, Бердяев будет избран почетным доктором Кембриджского университета в 1947 году, за год до своей смерти опередив в этой номинации даже Жака Моритена. Он семь раз будет номинироваться на Нобелевскую премию, однако не получит Нобелевскую премию. Говоря о европейской судьбе наследия Бердяева, надо отметить, что таким прозвучавшим в Европе Бердяевским текстом будет брошюра «Новое Средневековье», которая выйдет в 1923 году и будет переводиться на многие языки, на французский и не только. Сам термин «Нового Средневековья» принадлежит Флоренскому. То есть в культуре меняются, чередуются дневные и ночные эпохи. Эпохи равновесные, гармонические и эпохи сумрачные, а может быть даже темные. Возрождение сменяется контр-возрождением. И это связано и с миссией, и ролью гуманизма и человека. На смену гуманистическому антропосу приходит разложение человека, которое Бердяев отчетливо чувствует в картинах Пабло Пикассо. У него есть брошюра «Кризис искусства», посвященная именно Пикассо. Человек распадается на геометрические фигуры, на кубы, на треугольники. Так и в обществе, в истории, в культуре на смену гуманистическому человеку, герою, Титану, приходит масса. На смену просвещению приходит возвращающийся романтизм с его предрассудками, с таинствами, с ночными шествиями, с фателами. И вот Бердяев чувствует то, что Блок назвал в одном из своих докладов девятнадцатого года крушением гуманизма. То есть классический гуманизм умер, бой идет лишь за тело героя. Бердяев чувствует эту музыку истории, которая звучит вовсе не в гуманистических тонах. Он понимает, что на смену рациональной философии грядет миф, на смену секуляризму и подчеркнутому дистанцированию от всего религиозного грядет новая религия. Какой будет эта религия? Будет ли она обновленным христианством? Или это будет новая вера? И Бердяев подчеркивает, что здесь особая роль принадлежит элите, которая должна быть рыцарями и которая должна стоять на страже ценностей культуры, прежде всего гуманистических ценностей культуры и не дать захлестнуть себя чем-то над и сверхчеловеческим. То есть, по сути, эта работа есть констатация грядущего европейского фашизма, и Муссолини приходит к власти в 1923 году, и надо сказать, что Бердяев отпускает даже несколько комплементарных фраз итальянскому диктатору. Правда, его симпатии к фашизму быстро испаряются, но написанного пером не вырубишь топором. И в этом смысле вот это провозглашение нового средневековья, ночной эпохи, наступающих сумерек, где на смену ясным и дневным ценностям просвещения придут иные ценности, ценности мифа, религии. Эта констатация была очень своевременной и запомнилась европейской культуре, а Бердяев стал восприниматься таким своеобразным пророком. В эмиграции Бердяев становится почетным членом РСХД, русского студенческого христианского движения. Он вступает, правда, потом сразу же выходит в Братство Стои Софии, которая воссоздается в 1923 году в Праге. Он создает религиозно-философскую академию сначала в Берлине, которая продолжает дело Вольной Академии Духовной Культуры. И, как я уже сказал, издает ряд книг, которые становятся заметными даже в СССР на судьбу человека в современном мире работу 1934 года, где Бердяев говорит об опасностях фашизма и коммунизма, но коммунизм оценивает чуть выше. На эту работу пишет большую рецензию Николай Иванович Бухарин в «Известиях». Рецензия называется «Философия культурного филистера». Причем эта книга попадает в СССР в немецком переводе. Бухарин читает ее по-немецки. С другой стороны, эту же книгу весьма негативно в Павильском возрождении лицензирует под псевдонимом Владимир Николаевич Ильин, который считал себя учеником и последователем Бердяева, но бросает Бердяеву упрек в том, что его соблазнил кучер, в том, что эта книга написана с более плебейских и даже пролетарских позиций, чем философия неравенства. Так что один и тот же текст был, можно сказать, диаметрально противоположным, воспринят. Бердяев активно участвует в экуменическом движении, в философском кружке вокруг журнала «Испри», основанного Эммануэлем Мунье в 1932 году и положившего начало французскому персонализму. В доме Бердяева собирается кружок интерконфессиональных исследований, который ставит свои задачи сближение различных церквей с участием Жака Маритена, Федотова, Флоровского, отца Сергия Булгакова. Ну и массу других примеров можно привести, например, сотрудничество Бердяева с Францем Либом и его активная публикаторская публицистическая работа в журнале «Ориент и Окцидент» немецком, немецкоязычном журнале, который берет на себя задачу представить Западу богатства восточной традиции православия. Бердяев реагирует и на то, что происходит в философском мире, он пишет отклик и на «Бытие и время» Мартина Хайтгера и на книжку, последнюю книжку Адольфа Гарнака о Маркионе 23-го года, признавая, что позиция Маркиона, считавшего, что этот мир сотворил не благой бог, а какой-то злой демиург, что эта позиция не чужда ему, то есть к маркионизму я всегда относился с определенной симпатией, пишет Бердяев. Реагирует на религиозный путь русского сознания Юлия Николаевна Донзас, русской католички, которая линию русской мысли выстраивает от Чадаева к Соловьеву и русским католикам и к воссоединению со Вселенской Церковью. То есть здесь Бердяев прямо пишет, что эта дама ничего не поняла в русской культуре, в русской идее. Да, ну и сама книга русской идеи, конечно, является такой знаковой, потому что если русская идея Соловьева это все-таки попытка навязать русской цивилизации определенную миссию моста между восточной и западной церквью, соединение церквей, то Бердяев пишет эту книгу скорее в духе такой европейской истории идей, выделяя какие-то существенные базисные культуры, образующие черты для русской культуры, в числе которых исхатологичность, стремление к предельным основаниям, женственность, то есть вечно бабьям в русской душе, так Бердяев назовет рецензию на творчество Василия Васильевича Розанова, но и женственность это несколько более приличное, более высокое слово, вот, это пассивность, это стремление отдаться, стремление поставить чужое, иностранное, выше своего, стремление прочесть какую-то философскую идею, будь то Маркс или Ницше, как идею поистине освобождающую, поистине религиозную, поистине сакральную, вот, русская идея это некий вполне известный для европейской и для американской культуры жанр такого интеллектуального бестселлера, который рассказывает об истории, об истории в собственном смысле, об истории цивилизации, об истории культуры, об истории мысли, с точки зрения каких-то базовых символов и экзистенциальных понятий, поэтому эта книга понятна и она очень полюбилась в Европе, поскольку в духе своего времени она представляла русскую культуру, актуализируя какие-то ключевые для европейской культуры имена Бакунин, анархисты, Достоевский, Толстой, Владимир Соловьев, здесь тихой сапой Бердяев продвигал, проталкивал и другие менее известные имена русской культуры. Как говорила Зинаида Гиппиус о русской эмиграции, мы не в изгнании, мы в послании. То есть Бердяев тоже рассматривал свою философскую миссию в Европе как знакомство Европы с русской культурой, с русским православием. В целом в изгнании Бердяев остался таким ярким, но достаточно одиноким человеком, имя которого гремело, но который сам чурался каких-то партий, каких-то группировок и даже в церковной жизни был в стороне от майнстрима, оставляя свою связь с русской православной церковью, с приходом трех святителей на улице Петель, которую парижане, русские парижане называли Иглись-большевик, большевистская церковь. Умер он в 1948 году от разрыва сердца, работая над неоконченной книгой «Царство Духа» и «Царство Кесаря» за рабочим столом. Мне приходилось бывать в доме Бердяева в Кламаре, который сегодня принадлежит Русской Православной Церкви. В его кабинете все как будто осталось примерно как после его смерти. И Бердяевский портфель удивительно потертый и поношенный и на его рабочем столе лежал во всяком случае это было в конце 90-х годов затертый засаленный молитвослов с заложенными страницами, отчеркнутыми молитвами, что свидетельствовало о том, что Бердяев все-таки не был таким уж вне конфессиональным мыслителем, гностиком, который создавал свое христианство. Архимедрит Киприан Керн тоже житель Каламара и автор диссертации об антропологии святителя Григория Паламы в предисловии к этой диссертации указывает Бердяевскую идею об образе и подобии Божьем как о свободе и творчестве. Если образ Божий в человеке это его свобода, то подобие человека Богу это способность творить. То есть это ключевая антропологическая идея Бердяева совсем уж не была чужда официальной православной традиции. И конечно сегодня Бердяев остается востребованным мысль. Наверное, не столько философских кругах и исследованиях его представляют слишком публицистичным, слишком повторяющимся, слишком монотонным, хотя и местами очень неровным, воодушевленным и экстатичным мыслителем. сколько его мысль оказывается важной в христианском диалоге Европы, в современном экуменическом дискурсе, ну и конечно в том, что Бердяев во многом открыл православие, открыл русскую культуру, имена русской культуры, в том числе и философской для европейского читателя. На этом завершим нашу беседу о Бердяеве, потому что впереди у нас еще разговор о других ярких ликах и личностях русского религиозного ренессанса и Бердяев и его слово конечно же отразится и в последующих лекциях.